Декада кибербезопасности проходит в Беларуси. Как не стать жертвой мошенников? В холодное время года растет число пожаров. Основные причины – неисправность отопительного и электрического оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. И о других происшествиях. С развитием информационных технологий и их прочным внедрением в нашу повседневную жизнь, когда в сети интернет мы сами публикуем о себе информацию, которой потом могут воспользоваться злоумышленники, когда в мобильном телефоне не только фотографии и музыка, а фактически вся наша жизнь, в том числе и доступ к банковскому счету, не могли финансовые преступления и преступления против личности остаться в реальном мире. Вместе с нами они перекочевали в сеть. И с каждым годом ситуация усугубляется. Анализируя структуру состояния, видовое соотношение преступлений за последние несколько лет, мы делаем вывод о том, что преступность уходит в IT-сферу. Те преступления, которые еще 10 лет назад казались обыденностью, в сегодняшний день уходят в небытие. И наоборот, появляются те виды преступлений. Я акцент делаю на способы их совершения, которые раньше были немыслимы. Так, например, в нашем профессиональном обиходе совершенно недавно появился такой термин, как цифровые доказательства, который в сегодняшний день занял прочное место на виду с вещественными доказательствами. Все мы знаем следы рук, следы обуви, следы транспортных средств, следы орудий взлома. Это классика криминалистики. Цифровые доказательства совершенно недавно появился и нашел свое место в этой нише следов и доказательств. И, на мой взгляд, у этого вида следов безграничное будущее в качестве источника доказательств. Через несколько лет он просто по своему масштабу и объему превзойдет классические в нашем понимании следы, доказательства, применимые для традиционной криминалистики конца 20-го, начала 21-го века. Любое преступление имеет свои следы. Киберпреступления не исключение. После них остаются цифровые следы на информационных носителях, извлечь их задачи экспертов. Объектом нашей экспертизы являются источники информации, носители информации. В данном случае может быть жесткий диск компьютера, жесткий диск ноутбука, твердотельный носитель информации ноутбука, системного блока, мобильное устройство, мобильный телефон, плашетный компьютер. Объектом исследования является не сам, конечно же, не физический жесткий диск, а именно информация, которая там находится. И да, в последнее время инициаторы назначения экспертизы это следователи, либо работники, сотрудники органов внутренних дел приносят нам такие, назначают экспертизы, где просят узнать, ну пытаемся узнавать, кто совершает эти преступления. Естественно, мы не определяем именно гражданина, который это делает, мы определяем больше, с какого устройства происходило, например, заражение вирусом каким-то, либо какая-то информация была распространена на компьютер, так скажем, жертвы. То есть на сегодняшний день жизнь немыслима без гаджетов, да, и там, где гаджет использовался при совершении преступления, там он может подлежать и становиться потенциальным вещественным доказательством с извлечением цифровой информации и объектом нашего исследования. Но что интересно, проведя параллель, значит, пять лет назад суммарно по области мы провели чуть более 400 исследований, экспертиз. Соотнеся к количеству преступлений в сфере высоких технологий, мы имеем по две экспертизы на одно преступление. Зарегистрировано было чуть более 200 преступлений, да, мы 400 с лишним экспертиз провели. Еще раз подчеркиваю, на одно уголовное дело, на одно, два, две экспертизы, два объекта, будем считать так. На сегодняшний день количество экспертиз выросло практически в полтора, в два раза. То есть не окончен этот год, мы имеем уже порядка 650-670 проведенных исследований, еще несколько десятков исследований находятся в стадии проведения экспертиз. И мы уже превысили уровень прошлого года по количеству проведенных экспертиз. Но здесь, если соотнести количество преступлений в сфере высоких технологий, их зарегистрировано в прошлом году более 2700. То есть мы уже потенциально, скажем так, каждое пятое уголовное дело включает проведение одной экспертизы. То есть вы видите, как сместились оси, вы видите, как сместились приоритеты. Так как же происходит поиск цифровых следов? Какое оборудование для этого нужно и какой необходим кадровый потенциал? Мы, конечно же, подключаем эти объекты, жесткие диски либо мобильные телефоны, к своим рабочим местам, экспертным, и извлекаем из них данные. Далее у нас есть специальное программное обеспечение, которое позволяет анализировать извлеченную информацию. Во время анализа мы получаем некоторую, так скажем, опять информацию, которая нам в дальнейшем помогает выйти на следы, которые оставались, например, на мобильном телефоне, либо на жестком диске компьютера. В силу этого, предвидя эту ситуацию, мы, как Государственный комитет, динамично развивались. В несколько раз укрепились штатно. То есть штат людей, занимающихся исследованием цифровых доказательств, либо проводящих компьютерно-технические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств, увеличился в несколько раз. Серьезным образом мы укрепились материально. То есть исследования и экспертизы проводят на самом новом современном оборудовании, самом современном программном обеспечении, которое обновляется и идет в ногу со временем. Специалисты не только приняты в штат, они постоянно повышают свою квалификацию, изучая как опыт наших коллег на территории Республики Беларусь, так и опыт коллег на территории Российской Федерации и мировой опыт. В силу этого на сегодняшний день мы в состоянии создать серьезный заслон именно киберпреступлением в части исследования не только материальных носителей, компьютеров, а в целом вот этого термина, с которого я начал, цифровых доказательств. Схем преступлений в сети интернет либо с использованием цифровых технологий довольно много. Одни приходят на смену другим. Но суммарно цель у них примерно одна – обогащение за чужой счет. Если утратить бдительность, то очень легко можно оказаться обманутым и остаться без денег на банковском счете. Ситуация похожа. Поступает мобильный телефон и в фабуле мы читаем, что такой-то гражданин или такая-то гражданка списалась по интернету с, так скажем, она думала, что это сотрудник банка, либо сотрудник правоохранительных органов. Она списалась с ним, и он предложил устранить какие-то огрехи в ее программном обеспечении, либо с ее банковским счетом. И попросил установить, так как она сама не знает, как это делать, он попросил, поставьте, пожалуйста, программу для удаленного администрирования мобильным телефоном. А дальше я все сам сделаю. И жертвы действительно устанавливают это программное обеспечение. И действительно там это лицо, которое этим занимается, оно все само и сделало. Вывело с его жертв банковских карточек, с банковских счетов деньги в неизвестном для них направлении. И люди остаются полностью без средств. Суммы довольно-таки тысячи рублей, тысячи рублей. Иногда даже десятки тысяч рублей. Следы, которые остаются на мобильном телефоне, это же, конечно, лог-файлы, в которых хранится информация, когда и сколько было куда-то отправлено. Именно куда-то, потому что действительно там не хранится такая подробная информация. В некоторых случаях преступники за собой выбирают. То есть мы не находим этих файлов. А в некоторых случаях удается определить хотя бы страну, куда это все выводилось. Нам ставится вопрос, имелась ли программа для удаленного, установленная на мобильном телефоне, для удаленного администрирования управления мобильным телефоном. Да, мы говорим, есть такие программы. С каких IP-адресов происходило и куда там вот это вот общение, так скажем. А кроме установки программ удаленного доступа, есть и другие схемы. В нашу повседневность прочно входят такие термины, как вишинг и фишинг. А такое понятие, как вирусы, уже давно известно пользователям сети интернет. Но при этом не все знают, что есть понятие цифровой гигиены, когда хозяин гаджета соблюдает правила безопасного поведения в сети. Если ты пользуешься мобильным телефоном, бездумно не ставить приложение, которое, если ты ходишь, например, интернет-серфингом занимаешься, при помощи браузеров выходишь на какие-то сайты, естественно, там есть реклама. И реклама, так скажем, настоятельно рекомендует поставить такое-то определенное программное обеспечение. И некоторые люди бездумно просто соглашаются и его устанавливают. Как последствия оказывается, это уже само программное приложение, изначально заражены какими-то вирусами. И в дальнейшем, конечно же, получается вот такая ситуация, когда человек даже не знает, что делается на его мобильном телефоне. Если ты ставишь, допустим, приложение, обязательно смотри, что оно просит. Если оно просит, допустим, если ты ставишь приложение типа компаса, и это приложение просит разрешить ему использовать, допустим, контакты, либо, допустим, фотографии, фото, либо там видео. Ну, это тоже настраивает. Зачем компасу такие вот разрешения? И в дальнейшем, конечно же, желательно ставить антивирусное программное обеспечение. И этим антивирусным программным обеспечением, опять же, базы должны ежедневно, желательно ежедневно обновляться и хотя бы раз в неделю проверяться мобильное устройство антивирусным программным обеспечением. Если через Вайбер звонит сотрудник банка, сразу же перестать общаться по Вайбер с сотрудником банка. Потому что сотрудник банка никогда в жизни не будет использовать какие-то мессенджеры, либо, так скажем, чатеры. Либо он будет звонить на мобильный телефон, либо попросит прийти в банк. Конечно, лучше предупредить преступление, чем потом бороться с его последствиями. Ведь злоумышленника еще нужно найти, а в этом процессе задействованы разные подразделения правоохранительных органов. А потом привлечь к ответственности. И цифровые доказательства здесь могут сыграть ключевую роль. Что хочу сказать, что заключение нашего эксперта по данной категории дел, по данному виду экспертиз, позволяет получать неопровержимое, достоверное, доказательственное значение, которое потом используется в суде не только для подтверждения вины или невиновности лиц, проходящих по уголовному делу, а также для выяснения мельчайших подробностей и обстоятельств уголовного дела. Декада кибербезопасности проходит в Беларуси. Продлится она по 1 декабря. В ее рамках запланирован комплекс мероприятий по информированию населения о методах и способах обмана, которыми пользуются киберпреступники. Что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, какие правила безопасного поведения в соцсетях и мессенджерах нужно соблюдать. С такими темами выступят представители правоохранительных органов, в том числе в учреждениях, организациях и на предприятиях. К слову, в Беларуси удалось снизить количество киберпреступлений. За 10 месяцев текущего года их зарегистрировано на 17,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого. Тем не менее, практически в 4 раза выросло число хищений в особо крупных и крупных размерах. Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза 700 пневматических винтовок, которые перемещались через пункт пропуска Бинекони. К таможенному контролю были предъявлены документы на пневматической винтовке для спортивных игр с дуэльной энергией не более 3 джоулей. При проведении досмотра у таможенников возникли сомнения в заявленных перевозчикам характеристиках. Оружие было направлено на баллистическую экспертизу. Попытку уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере пресекли гродненские таможенники. Легковой автомобиль McLaren 2019 года выпуска следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы через пункт пропуска Привалка на Лафете. Согласно представленным на перемещаемый автомобиль документом, стоимость его составила порядка 18 тысяч евро. Вместе с тем, при проведении проверочных мероприятий таможенниками было установлено, что реальная стоимость McLaren составляет более 260 тысяч евро. Браконьеров-рыболовов задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира на затоке реки Неман вблизи деревни Докудова Лицкого района. Двое мужчин с помощью кастинговой сети незаконно выловили 45 различных видов рыб. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил около 3600 белорусских рублей. Улов и средства совершения преступления были изъяты. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Отметим, что материальный ущерб они возместили. Военную присягу приняли новобранцы Гродинского гарнизона. Клятву на верность Родине и народу Беларуси в торжественной обстановке дали 238 военнослужащих, солдаты, срочные службы, военные по контракту, а также резервисты. Отметим, служить в Гродинском гарнизоне будут молодые люди не только из Гродинской области, но и из Бресской. Торжественное мероприятие прошло на территорию 74-го отдельного полка связи в областном центре. Новобранцам Гродинской пограничной группы торжественно выдали боевое оружие. Церемония прошла на базе учебного пункта войсковой части 2141 и стала знаковым событием для будущих защитников рубежей нашей Родины. Более полутора сотен юношей из Гродинской, Минской и Витебской областей после обучения принесут воинскую присягу, а затем направятся к местам несения службы. Это 14 застав, 3 поста, а также 5 отделений контроля, расположенных на участке ответственности Гродинской пограничной группы. Торжественная церемония принятия присяги состоится 11 декабря. Даже Дед Мороз должен платить налоги. Гродинская налоговая инспекция напоминает гражданам, которые в новогодние праздники планируют оказывать услуги Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, а также заниматься фото- и видеосъемкой на новогодних утренниках и корпоративах, что нужно уведомить об этом налоговую службу и уплатить единый налог. По Гродно ставка этой обязательной выплаты для актеров, музыкантов или тамады составляет 110 белорусских рублей. Фотографам придется заплатить 104 рубля. Ставка обязательной выплаты для видеосъемки в Новый год составляет 112 рублей. В противном случае грозит штраф. Имиджевый объект МЧС открылся в Центре развития ребенка в агрогородке Вертелишки. Тематическая комната – это подарок воспитанникам к 50-летию учреждения. На сегодняшний день на территории области создано и функционирует 49 имиджевых объектов МЧС, 3 детских объекта на базе торгово-развлекательных центров, 17 детских комнат на базе учреждений образования и здравоохранения, 29 детских игровых площадок. Начатые работы по созданию областного центра безопасности в Гродно. В текущем году в нашей области произошло 674 пожара, на которых погибли 65 человек, еще 29 человек спасено. В ноябре на территории нашей области произошло 46 пожаров, погибли 8 человек, спасены 4 человека. В холодную пору года фиксируется рост пожаров в жилом секторе, связанных с неосторожным курением, использованием печей и электрооборудования. Именно эти три фактора являются основными в возникновении пожаров, особенно в холодное время года. 21 ноября при пожаре жилого дома в деревне Лепкунцы Вороновского района, ставший свидетелем происшествия 26-летний местный житель, забежал в горящий дом, обнаружил там теряющего сознания из силы хозяина-пенсионера и вынес его на свежий воздух. Предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки. Трагедии удалось избежать, но так происходит, к сожалению, не всегда. Так, ночью 22 ноября в Лицком районе на пожаре погиб 49-летний мужчина. К моменту прибытия МЧС дом горел открытым пламенем. А 23 ноября спасатели получили информацию о сгоревшем доме в деревне Малый Галик Слонимского района. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. При проливке и разборке сгоревших строительных конструкций были обнаружены фрагменты тела, предположительно мужчины. В сельской местности в осенне-зимний период немногочисленные жители, особенно небольших деревень, обращают внимание на треск горящего шифера или на уже настоящий факел, в который превращается дом. А это слишком поздно, чтобы спасти находящегося внутри человека. Чем раньше поступит звонок в МЧС, тем больше шанса спасти человека и имущество соответственно. Поэтому при пожаре незамедлительно звоните 112 или 101. Особо уязвимая категория в таких случаях пожилые люди. С целью предупреждения возгораний по причине неисправного печного оборудования либо электропроводки, а также неосторожного обращения с огнем, МЧС регулярно проводит профилактические акции. Именно на сохранение жизни пожилых граждан нацелена и профилактическая акция под названием «Безопасная старость», в рамках которой мы напоминаем всем детям, внукам обратить внимание на пожарное состояние домов и квартир своих пожилых родственников.